Нужен ли аэропорт в Балакове? Этим вопросом, наверное, сейчас задаются большинство жителей нашего района. А всё почему? Потому что о старой взлётной полосе в Малой Быковке упомянул в своей речи спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. И как уже водится по традиции, инспектировать состояние Балаковского аэропорта приехал депутат Госдумы Николай Панков. Земли находятся в госфонде, имеется взлётная полоса, всё, что необходимо. И если вдруг будет реконструкция аэропорта, то это вопрос, я ещё понимаю, нерешённый. Это Вячеслав Володин как предложение делает, говорит, давайте изучим возможность здесь организации и реконструкции аэропорта. Этот аэропорт начал работать в 1985 году. Выполняли полёты здесь Ан-24, Як-42, Ту-154 и Ил-76. Но в 1994, когда в стране настали сложные времена, начался распад акционерного общества и, как следствие, конкурсные управляющие, распродажи имущества, банкротство. Самолёты продали или сдали на металлолом, чтобы расплатиться с долгами. Сейчас на территории базируется Приволжская региональная авиакомпания, самолёты которой используются в сельхозавиации. Руководство этой компании следит за тем, чтобы здание и взлётную полосу не растащили. Правда, на каких условиях частная организация использует федеральную землю, директор Михаил Бобров не пояснил. Мы отсюда не летаем. Весной, например, самолёты улетают и работают на территории сельскохозяйственных кооперативов, колхозов, а прилетают на перерыв. Здесь земли федеральные, всего 158 гектар, 16,5 гектар из них принадлежит нефедеральной собственности. Это нефедеральная собственность. Перон, полоса – это федеральная собственность, а здание сооружения и земля под ними находится в частной собственности. Михаил Бобров, который работал в Балаковском аэропорту в 80-е годы, рассказал Николаю Панкову, что за здание, расположенное рядом с пероном. Здесь на первом этаже располагался аэровокзал на 50 человек. Здесь же, внизу? Внизу, да, на первом этаже. В подвале там ГОИЧС, бомбоубежище принадлежит. А верхний этаж – это аэронавигация центральной Волги. Это вот руководили отсюда сверху полётами. Полётами. Да, да. И, в общем-то, этот новый строящийся аэровокзал хотели построить. Николая Панкова в первую очередь интересовала земля, в чьём виденье она находится. Вся земля в полном объёме находится в федеральной собственности, и никому никакие права не переданы. Это вот на данный момент у меня справка. 158 гектар. Вся эта земля находится в Росимуществе. То есть она всё-таки федеральная земля. Она не находится в частной собственности, как некоторые балаковские средства массовой информации говорили, я так понимаю. Ну, только под зданиями. Я про землю. Я под зданиями земля. Здесь, судя по всему, возникла несостыковка в понятиях. Ведь балаковцы, в том числе и местные СМИ, говоря о принадлежности аэропорта частному лицу, имеют в виду в первую очередь здание. А депутата Госдумы интересовала взлётная полоса. Про неё в прессе, кстати, уже давно не писали. И в этой истории много недомолвок. К примеру, представители местной администрации Николаю Панкову не сказали, что 16,5 гектар земли принадлежат частному лицу. Причём, судя по данным публичной кадастровой карты, в частной собственности находится и часть перона. Кстати, если всё-таки аэропорт будут восстанавливать, то здания, которые точно принадлежат не федерации, придётся у частного лица выкупать. Не за маленькую сумму. Но обо всём этом можно будет думать потом, когда проект начнёт реализовываться. А ведь если бы в своё время аэропорт не обанкротился, то здесь мог бы быть уже развитый транспортный узел. Такие планы были. Теперь по полосе. Полоса здесь уникальная. Она здесь не из плит, она цельная и нарезанная температурные швы. То есть мощь её исключительная. Мы в 2000 году продлили свидетельство полёта эксплуатации до 2005 года, притом без всяких оговорок. Вы вот сейчас смотрите, вот за пероном ухода нет, это перон, полоса ещё лучше. Естественно, такую полосу для малолитражной авиации, только для неё, использовать, конечно, нецелесообразно. Мы рассчитывали и на будущее. И сам у нас бизнес-проект был именно направлен на то, чтобы здесь открыть пункт пропуска через границу. Но последний конкурсный управляющий Балаковского аэропорта Владимир Потехин, который по странному стечению обстоятельств является управляющим и ликвидатором нескольких крупных предприятий, которые канули в лету после того, как побывали во владении у братьев Соловьёвых, рассказал Николаю Панкову только о планах, которые не сбылись, но не о том, как здания аэропорта оказались в частных руках. Тут ничего не изменилось. И по тому разрешению все типы. И Руслан, это Ансо-24, два раза в неделю. Но это по ограничениям, это везде такие. То есть, мы хотим сказать, удлинять её не надо? Нет, её не надо. То есть, она достаточно для больших самолётов, не только для малых. Она в состоянии принимать любые типы. Николай Панков, внимательно слушая речи человека, который не спас в своё время предприятие от банкротства, просил местную администрацию внимательно отнестись к землям и к зданиям бывшего аэропорта. Однако про сроки реализации проекта говорить не стал. Даже говорить о сроках ещё и нет смысла. Только мы сегодня с вами пока приехали и выясняем, кто, где, чьё и в каком состоянии. Понимаете, как это будет долго делаться проект, вопрос. Но Вячеслав Володин говорит о том, что при наличии проекта будем включать данный объект, чтобы он попал как аэропорт, который нужно восстанавливать. Смотрите, кому принадлежит и как. Здесь, так скажем, подсобные все эти вспомогательные помещения. Ограничения делаете на землю, которая находится в муниципалитете, правильно говорить, прилегающей территории к этому аэропорту. Так нужен ли аэропорт в Балакове? Пока никто и не скажет. Но помечтать о быстрых самолётах над старым аэропортом никто не мешает. Бедные вести, бедные...